На заседании организационного комитета утвердили итоги предварительного голосования, которое состоялось в минувшее воскресенье. По области работали 280 участков. Всего проголосовало свыше 120 тысяч избирателей. По сравнению с 2016 годом явка на предварительное голосование выросло на 1,6% и составило всего 11,94%. Данный показатель немного выше среднего по стране, что не может нас не радовать. Самыми активными оказались жители Павловского, Старокулаткинского и Базарно-Сызганского районов. Здесь своих кандидатов поддержали больше 30% избирателей. Впервые в этом году голосование проводилось в электронном формате. С 28 мая по 1 июня граждане могли проголосовать за своих кандидатов в интернете. Все эти данные 2 числа, не данные по итогам голосования, а список лиц, который проголосовал по состоянию на 1 июня, были переданы участковой комиссии для того, чтобы они исключили возможность двойного голосования тех граждан, которые уже проголосовали электронно. Всего электронно проголосовали 949 человек. Изначально на участие в голосовании было подано больше 170 заявок. До финиша дошло 156 участников. Более трети из них – активные представители молодежи. Для многих из них предварительное голосование этого года – первая проба собственных сил в избирательной кампании. Предварительное голосование прошло в штатном режиме без нарушений. От некоторых наблюдателей были звонки. Вроде бы им казалось, что-то не так. Но в текущем вопросе разбирались. Они свои претензии все снимали. Лидирующие позиции в голосовании заняли действующие депутаты. К примеру, в 1-м избирательном округе победу одержал 1-й зампред ЗСО Валерий Малышев. В 7-м округе – председатель законодательного собрания Анатолий Бакаев. В 18-м – Алсуса Драддинова. В 10-м – Ростислав Эдвардс. 11 молодых участников праймерис до 35 лет вошли в тройку лидеров по своим округам. Например, Виктория Маркелова заняла вторую строчку рейтинга по 12-му округу. Полный список итогов голосования можно посмотреть на сайте Ульяновского отделения партии «Единая Россия». Дарья Сударева, Константин Никитин. Новости Ульянской правды.